Доброе утро. Вы дозвонились в единый полцентр по набору на военную службу по контракту города Самары. Мы готовы проинформировать вас о преимуществах военной службы по контракту, условиях приема и мерах социальной поддержки. Для тех, кто хочет защищать родину и решил отправиться в зону СВО, в Самаре открылся консультационный центр «Победим вместе». Позвонив по телефону горячей линии, можно получить полную информацию о прохождении службы по контракту, узнать о ее преимуществах, условиях прохождения, а также о мерах социальной поддержки. Среди них бесплатное предоставление земельных участков, льготное зачисление детей, участников СВО в детские сады, бесплатное питание в школах. В Самаре число мужчин, поступивших на военную службу, растет, поэтому колл-центр работает в круглосуточном режиме. Его работу оценил временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. У нас сидят операторы, которые принимают звонки. Значит, при поступлении звонка они отвечают на все вопросы необходимые. В Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева единовременная выплата за заключение контракта составляет 2 миллиона рублей. За год можно заработать 4,5 миллиона. Также увеличена до 100 тысяч рублей сумма выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Евгений Куликов, ветеран СВО, уверен, работа колл-центра необходима. Когда он вместе с другом в 2022 году принял решение отправиться в зону спецопераций, трудно было оперативно получить всю необходимую информацию об условиях службы. Хотя в том, что идти помогать своим необходимо, сомнений не было. Мы все-таки за Россию. Мы пошли непосредственно за то, что все-таки ребята там все. Надо помогать своим, как сказать, простыми словами, да, за Родину. Тем, кто вернулся, с 1 ноября стало проще оформить справку для подтверждения статуса участника СВО. Сделать это можно в МФЦ или на госуслугах. Помимо самого военнослужащего, оформить и получить справку, и все полагающиеся меры социальной поддержки смогут и члены его семьи. Также с 1 ноября определён единый образец документа, подтверждающего статус участника спецоперации. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События.